Какая на сегодняшний день экологическая обстановка в городе? В администрации состоялось очередное заседание оперативного штаба. Напомню, 3 ноября в Серпухове был введен режим чрезвычайной ситуации. Всему виной мусорный полигон Сьянов-1, который расположен на территории Серпуховского района. Ядовитым дымом были вынуждены дышать не только жители близлежащих деревень. Гарь и смрад добрались и до города. Все работы по ликвидации возгорания на себя была вынуждена взять администрация города. Ни одной жалобы за последнюю неделю на неприятный запах Сьянова-1 не поступило. Причем ни с территории города, ни с Серпуховского района. Очаги возгорания были полностью ликвидированы. Несмотря на это, в круглосуточном режиме на полигоне продолжает дежурить специальная строительная техника. Экологическая ситуация по-прежнему находится под контролем у муниципалитета. Я туда выезжал несколько раз на этот полигон. Коллеги все присутствовали не по одному разу. Повторюсь, проделаны огромные работы и действительно очень хорошо, что очаги возгорания ликвидированы. Администрации Серпуха удалось практически невозможно. За несколько недель был проделан большой объем работы. Потушено 40 очагов возгорания. На свалку завезено больше 40 тысяч кубометров грунта. Для этого построили порядка 4 тысяч метров подъездных путей. В результате полигон был полностью законсервирован еще до нового года. Тем не менее, муниципалитет продолжил следить за ситуацией. Удалось иначе справиться с этой ситуацией. Спасибо большое администрации за помощь и за содействие в организации всех работ. Сейчас даже визуально видно, что полигон сформирован по-другому. То есть, когда предыдущая компания бросила его, это было просто вообще включено. Сейчас это все спланировано. В результате на заседании оперативного штаба было единогласно принято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в Серпахве. Несмотря на это, глава Дмитрий Жариков заверил, что администрации намерены и дальше оказывать содействие Минэкологии подрядной организации «Виватранс», чтобы экологическая ситуация оставалась стабильной.